На этом форуме задержали в том числе и депутата ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Его многолетний, так скажем, политический оппонент, депутат Государственной Думы Виталий Милонов, высказал на это время, сразу же нашел, что сказать по этому поводу. Напомню, что вместе с Максимом Резником и другим депутатом ЗАГС Собрания Петербурга Борисом Вишневским выходят из северной столицы. Виталий Милонов воюет на протяжении многих лет и чаще оскорбляет, нежели чем ведет какую-то заочную политическую дискуссию. В этот раз он высказался примерно в похожем оскорбительном смысле, цитирую Милонова. «Будучи пойманным в наркопритоне, Максим Львович, имеется в виду резник, видимо, по советам его старших хозяев, решил сопуститься во все тяжкие, чтобы попытаться замаскировать возможные неприятности законом, которые его ожидают». И это, по сути дела, цитата Виталия Милонова, по сути, единственная реакция от представителей власти на то, что сегодня происходило в столице. И ни один из коллег Виталия Милонова по Думе не высказался на сей счет. Мы не видели комментариев от представителей следственных органов. В общем, так получилось, что Виталий Милонов единственный, кто комментировал ситуацию с позицией власти. Максим Резник, депутат ЦСП Петербурга, сейчас с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте. – Добрый вечер. – Как вам кажется, почему так неожиданно, так топорно, так, я даже не могу подобрать эпитетов, с таким количеством полицейских сегодня разогнали, по сути дела, форум «Муниципальная Россия», как это можно объяснить? – Объяснить это можно довольно просто, с моей точки зрения. В стране происходит новый виток установления диктатуры карателей. Я говорил об этом много раз, и все последние события в начале этого года и события прошлого года, которые начали развиваться довольно стремительно после обнуления Конституции и обнуления прав российского народа на власть в собственной стране и замену этого права на право господина Путина править вечно. С тех пор ситуация развивается достаточно логично, хоть и трагично. И я думаю, вот сегодня ваш коллега, по-моему, Александр Плющев сказал, что можно сказать, что в России сегодня просто запрещена оппозиционная политическая деятельность. Это сегодня очень ярко проиллюстрировали каратели, которые, по сути, вели себя как оккупационные власти, потому что как можно расценить арест? По сути, это был арест, задержание почти 200 депутатов, то есть представляющих разные регионы страны, представляющих своих избирателей, какие-то люди полицейские непонятные. Ну, просто полицейскими, а их трудно назвать, скажем, это именно каратели. Просто берут и арестовывают тех, кто избран народом. Вот и подумайте, кому принадлежит власть, что происходит в нашей стране. Власть принадлежит карателям. Это не просто власть, которую они защищают. Они ее защищают со стервенением и абсолютной степенью, глубокой степенью невменяемости, как мне кажется. И то, что мы сегодня увидели, это лишь иллюстрация. Понимаете, и во всем этом можно бесконечно говорить. Вопрос ведь не в том, как любят говорить блогеры, сколько власть будет бомбить Воронеж, да? А сколько Воронеж готов терпеть подобная очевидная демонстрация оккупационного характера нынешнего политического режима в стране. Скажите, как вам кажется, насколько это сильно повлияет на избирательную кампанию? В сентябре этого года пройдут думские выборы, которым все усердно готовятся, и власти оппозиция. Что ждать? По сути дела, на мой взгляд, можно считать сегодняшнюю акцию власти по срыву этого форума таким неофициальным стартом уже думской кампании. Ну, я думаю, что можно это считать стартом. Но, во всяком случае, если это и не старт, то точно один из этапов, это еще раз один из способов запугивания. Я думаю, что один из мотивов, может быть, при принятии решения о таком неадекватном и всеобщем аресте, могли быть мысли о том, чтобы запугать кого-то из участников, кто собирался, может быть, или подумал о том, чтобы участвовать в выборах и выступать с критикой существующего положения дел. Безусловно, страх ведь это же главное оружие путинского режима, и страх именно тот, что его поддерживает. Наш страх. Поэтому нет другого пути, кроме как его преодолевать. Как бы не было это сложно. А что касается комментариев таких вот малоадекватных людей, как Милонов или его коллеги депутата Вострецова, вот вы не увидели его комментариев, депутат Вострецов вообще назвал меня врагом народа и сказал, что нас всех нужно отправить в трудовые лагеря. Так что господин Милонов в своем идиотизме отникне на первом месте. Есть и еще более неадекватные персонажи. Ну так вот это ведь и очень показательно. Что касается Милонова, мне всегда нравится, когда он оскорбляет и критикует, потому что это тот самый случай, как скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Что, вот, как вам кажется, что нужно, какую тактику избирать нужно оппозиции, с учетом того, что, по сути дела, любая оппозиционная деятельность, будь то протестные митинги, будь то безобидный форум, по сути дела, находится под запретом. И за любой твит можно оказаться за решеткой, даже если это какая-то шутка безобидная, за любое высказывание. Что делать? Оппозиции в данной ситуации. Я не знаю, что делать оппозиции, я знаю, что делать каждому из нас. Не бояться. Каждому на своем месте. Вам в своей студии, мне на парламентской трибуне. Каждому на своей работе. Не бояться. Преодолевать этот страх. Не существует других рецептов. Их просто нет. Потому что страх, то, что питает этот режим, то, что его поддерживает, мы должны с ним бороться. Не молчать. Вот сегодня мне удалось, мне, Илье Яшину, Евгению Ройзману удалось только выступить в начале. И вот я в своем начале говорил, что главная задача депутата сегодня в России не молчать. Как бы ни казалось, что это какая-то абстракция. Это совсем не абстракция. Наш классик Лев Толстой говорил, что слово это поступок. И в таких ситуациях, в которых мы оказываемся, это действительно важно. Для депутатов важно не молчать, потому что депутаты вообще представители народа. И молчать, это для них, ну, противоестественно, если хотите. Вообще, парламент от слова говорит. Поэтому в этом смысле каждый на своем месте должен спротивляться наступающей диктатуре. Способы могут быть разными. Я не являюсь ни лидером, ни определяющим тактику и стратегию оппозиции. Я стараюсь действовать по принципу. Делаю, что должно быть, что будет. Как и многие мои товарищи, которые сегодня участвовали в этом форуме, уверен, что их невозможно запугать. И борьба наша, безусловно, продолжится. Спасибо большое. Максим Резник, депутат законодательного собрания в Санкт-Петербурге, был с нами на прямой связи. Он тоже принимал участие в форуме Муниципальная Россия и также, как почти все, все участники этого форума был задержан сотрудниками полиции. Кстати говоря, насколько я понимаю, многие из задержанных продолжают находиться в отделениях полиции. Сегодня такое ощущение было, что какая-то протестная акция происходила в центре Москвы. Как мы помним, во время митингов и жестких задержаний на них переполняются отделения полиции. Так вот сегодня, похоже, ситуация сложилась, только наполнили эти отделения полиции муниципальные депутаты, которых задержали в гостинице Измайлова в Москве. По разным отделениям в разных районах развозили задержанных и счет шел на около десятка отделений было задействовано в том, чтобы вместить всех задержанных. Большей части пустил. Вот, например, насколько я понимаю, Марина Литвинович, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, продолжает оказывать помощь задержанным, которым сегодня в отделениях тоже приходится не сладко. Вот моя коллега Валерия Ратникова рассказывала о том, как полицейские обходились с людьми, которые, по сути, ничего противозаконного не совершили, просто приехали в гостиницу, где должен был пройти форум. Ну а сегодня днем мы поговорили с Михаилом Ходорковским, общественным деятелем, который уверен в том, что приказ о задержании всех участников форума шел напрямую из Кремля. Да, это проводилось при участии моих коллег, исполнительного директора открытки Андрея Пивоварова, Анастасии Бураковой, но это была инициатива именно муниципальных депутатов. И вот этот абсолютно нормальный форум силами московской полиции был переведен в некое политическое действие, которое мы можем считать отмашкой к началу думской избирательной кампании. Собственно говоря, именно это, скорее всего, и испугало Кремль. Общее мнение было, более того, информация о том, что Кремль по каким-то причинам решил, что создается новая партия, которая будет принимать участие в этих самых несчастных выборах в беспомощную Государственную Думу. И это их настолько перепугало, вот эта вот партия Ходорковского, что, так сказать, они решили разгонять форум. Ребята, у вас мозги вообще остались или нет? Тут мне, честное слово, хочется спросить кремлевских. Ребята, у вас вообще, ну, вы в своем уме? Это, конечно, решение на уровне Кремля. Более того, моим друзьям уже сегодня звонили, так сказать, с угрозами мне лично, что, типа, ФСБ получило команду решить со мной вопрос окончательно. Ну, так сказать, мы все эти пугалки знаем, это смешно даже слушать, но это, несомненно, решение на уровне администрации президента. президента. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok